Иные, смирился и спас меня. Некоторые нынешние страдания временные ничего не стоят в сравнении со славой, готовящейся открыться в нас. Другие же опять всегда имеют в мысли слова, чтобы кто-то не похитил и не будет избавляющего. Все же текут, но один из них приемлет почесть. Преуспевший без утомления делает не только в бодрственном состоянии, но и во время сна. Поэтому иные и в самом сне посрамляют приступающих к ним демонов, и распутных женщин научаются ламудрию. Но ты не ожидай посещений и не приготовляйся к ним заранее, потому что состояние безмолвия совершенно просто и ничем не связано. Никто, хотящий создать столб и келью и безмолвие, не приступает к делу, если и прежде не сядет и не вычислит, и осяжет молитвы. Имеет ли он то, чтобы совершить потребное в нем, чтобы по положению основания не сделаться посмешищем для врагов своих и препятствием для других делателей? Вникай в ощущаемую тобою сладость, чтобы не была она растворена чем-нибудь по коварству жестоких врачей, лучше же сказать наветников. Ночью большую часть времени посвящай молитве и меньшую псалмопению, а днем опять приготовляйся к труду по мере сил своих. Чтение немало просвещает и собирает ум, ибо это словеса Духа Святого, без сомнения, приводит в благоустройство занимающихся ими. Тобою, как делателем, да будет читаемое прилагаемо к деятельности, ибо исполнение этого на деле делает излишним чтение прочего. Более трудами, нежели книгами, домогайся уяснить слова спасения. Пока не получишь духовной силы, не занимайся сочинениями иномыслящих, потому что это вещание тьмы и омрачает немощных. Часто одна чаша делает известным вкус вина, и одно слово безмолвника, имеющим духовный вкус, показывает все внутренние его делания и состояния. 80. Приобрети душевное око, неуклонно назирающее за самомнением, ибо ничто не бывает ему пагубнее и не окрадывает так душу. 80. Выходя из кельи, будь бережлив на языке, на язык, потому что умеет он вдруг расточать плоды многих трудов. 81. Старайся сделаться непытливым, ибо ничто иное не может так осквернить безмолвие, как пытливость. 81. Приходящим предлагай потребное и для тела, и для духа. 82. Если они премудрее нас, докажем свое любомудрее молчанием. 83. Если же братья нам по состоянию, в меру отворим для них дверь. 84. Но лучше обо всех думать, что они превосходнее нас. 85. Младенчествующим, еще в безмолвии, хотел я совершенно запретить всякое телесное занятие во время общих собраний. 86. Но удержал меня тот, кто в продолжении целой ночи носил песок в верхней своей одежде. 86. Как есть противоположность в догмате святой, несозданной и достопоклоняемой Троицы, 87. И в учении о домостроительстве и воплощении единого из лиц этой всепетой Троицы. 87. Что там множественно, то в нем единично. А что там единично, то здесь множественно. 88. Так иные занятия приличны безмолвию, а иные послушанию. То есть строится три лица, а во Христе одно лицо. Строится одно естество, а во Христе два естества. Божественный апостол говорит, кто разумеет ум Господень? А я скажу, кто разумел ум в человеке? Безмолвники телом и духом. 87. Могущество у царя – богатство и обилие. А могущество у безмолвника – обилие молитвы. Слово 28. О священной и блаженной молитве Матери Добродетелей и об умном и чувственном воной предстоянии. Молитва по качеству своему есть общение и единение человека с Богом. А по действенности своей утверждение миру, примирение с Богом, матерь и вместе дочь слез, очищение грехов, мост, проводящий через искушение, средостение против скорбей, сокрушение браний, ангельское дело, пища всех бесплотных, будущее веселье, беспредельное делание, источник добродетелей, снабдительное содарование, невидимое приспияние, пища душе, просвещение ума, секира на отчаяние, доказательство надежды, прекращение печали, богатство монахов, сокровище безмолвников, уменьшение раздражительности, зеркало приспияния, показания меры, обнаружение состояния, указания будущего и назнаменывание славы. Молитва истинно молящемуся судилище, суд и престол Господень еще прежде будущего суда. В восстании мы послушаем, что сия священная царица добродетелей высоким глазом вопиет и говорит нам, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и найдете покой душам вашим, и исцеление язвам вашим, иго моё благо, и исцеляет от великих грехопадений. Как скоро идем предстать царю и богу и беседовать с ним, не без приуготовления потечем в путь, чтобы иначе увидим нас издали не имеющими оружие и одежды для предстояния царю. Не повелел рабам и служителям своим, связав нас изгнать куда-нибудь далеко, а прошение наше разодрать и бросить нам в лицо. Когда идешь пристать пред Господа, душевный хитон твой добудет весь из ткан из нихий, или вернее сказать, из остатков непамятозлобия. В противном же случае не в пользу будет тебе молитва. Состав прошения твоего пусть будет немногосложен. Матаря и блудного сына одно слово примирило с Богом. Одинаково предстояние всех предстающих на молитву, но многое имеет в себе разности и различий. А одни собеседуют с Богом, как с другом и владыкой, принося ему песнопения и прошения о помощи не им самим, но уже другим. Иные домогаются богатства, славы и большего дерзновения. Другие просят совершенного избавления от соперника их. Некоторые умоляют о получении ими какого-нибудь достоинства. Иные же о совершенном обеспечении от долгов, некоторые об освобождении из темницы. Иные же о разрешении грехов. На хартии моления нашего начертаем прежде всего искреннее благодарение. Вторым стихом пусть будет исповедание душевное сокрушение в глубине чувства. И потом уже прошение свое сделаем известным всецарю. Показанный теперь образ молитвы есть самый лучший, как одному из братьев открыто Господним ангелом. Если был ты, когда подсудимым, увидимого судьи, то не будешь искать другого способа предстоять на молитве своей. Если же не был и сам не предстоял судье и не видал, как истезуют других, то научись хотя подражать тому, как больные умоляют врачей, когда должны терпеть от них резанье или прижигание. Не хитри словами в молитве. Потому что простые, неукрашенные ли питание детей часто угодны были Отцу их Небесному. 10. Не старайся о многоглаголании, чтобы в приискивании слов не рассеялся ум. Одно слово мыто рево у милости и главбога, и одно речение, произнесенное с верой, спасло разбойника. Многоглаголание в молитве вводит часто ум в мечтание и парение, а краткость молитвы обыкновенно собирает ум воедино. 11. Если усладился или умилился ты каким словом молитвы, то остановись на нем, ибо тогда Хранитель наш молится вместе с нами. 12. Не будь дерзновенен, хотя бы достиг ты и чистоты, но лучше приступай с великим смиренно мудрием и получишь еще большее дерзновение. 13. Хотя бы прошел ты всю лестницу добродетелей, молись об оставлении грехов, слыша, как Павел взывает о грешниках, «От них же я первый!» 14. Елей и соль — обыкновенная приправа варенью, а целомудрие и слезы окрыляют молитву. 15. Если обличешься во всю кротость и негневливость, то немного будет тебе труда освободить ум свой от плена. 16. Пока не приобретем действительной молитвы, 16. Да то ли походим на тех, которые малых детей и вначале обучают ходить. 17. Старайся возносить, лучше же сказать, заключать мысль свою в речениях молитвы, и если по младенчеству утомившая испадет, возводи ее снова, потому что непостоянство свойственно уму, но и его может установить тот, кто силен всему дать постоянство. 18. Если садился совершенным подвижником, то и тебя посетит полагающий пределу морю ума, и во время молитвы твоей скажет ему «До сего дошел, и не прейдешь». 19. Ева 38.11. Невозможно связать дух, но где творец духа, там все покорствует. 20. Если видел ты когда солнце, солнце правды Бога, то можешь и беседовать с ним приличным образом, ибо чего не видел с тем, можно ли тебе не ложен вступить в общение. 20. Начало молитвы прирожения, единым словом отражаемое при самом их начатии. 21. Средина же пребывания ума в том одном, что произносится словом и содержится в мысли, а совершенство и ее восхищение ко Господу. 20. Иное радование бывает во времени, молитвы у живущих в братстве, а иное ощущается молящимися в безмолвии. 21. Одно может быть несколько мечтательно, а другое всецело исполнено смиренно мудрее. 22. Если всегда будешь приучать ум к тому, чтобы никуда не удалялся, то близ тебя будет и во время предложения трапезы. 23. А если невозбранно блуждает он у тебя, то никогда не побудет с тобою. 24. Великий делатель высокой и совершенной молитвы говорит «хочу и пять слов моим изречь» и прочее. 25. Но молодушествующим не по силам такая молитва. 26. Поэтому как несовершенная при добром качестве молитва имеет нужду и во многом ее количестве, потому что последняя способствует первому. 27. Ибо сказано «даяя молитву чистую, неленостную, хотя нечистую и с утомлением молящемуся» 28. Иное дело нечистота молитвы, иное угошение ее, иное расхищение и иное посмеяние. 28. Нечистота молитвы предстоять Богу и представлять в уме неприличные мысли. 29. Угошение молитвы – это быть плененным бесполезными заботами. 30. Расхищение молитвы – бессознательно кружиться мыслью. 31. Посмеяние молитвы – какое бы то ни было прирожение, приближающееся к нам во время молитвы. 32. Если во время молитвенного предстояния мы не наедине, то внутренне напечатлеем в себе образ моления. 33. Если же нет с нами соучастников в хвалебном служении, то и внешний вид сделаем сообразным молитвенному состоянию, потому что у несовершенных ум часто соображается с телом. 34. Всякому, еще же более тем, которые пришли к царю, чтобы получить от него оставление долгов, нужно несказанное сокрушение. 35. Пока мы еще в темнице, будем внимать тому, кто говорит Петру – припаяшься полотенцем послушания, совлекись хотений своих, и, обнажившись от них, приступи к Господу в молитве твоей, призывая волю Его единого. 36. Тогда примешь к себе Бога, и Он возьмется, закормила души твоей и безбедно управит тобою. 37. Пробудись от миролюбия и сластолюбия, сверши с себя заботы, совлекись в своих помышлениях, отрекись от тела, потому что молитва не иное что есть, как отчуждение от видимого и невидимого мира. 38. Что есть на небесах? Нет ничего. 39. И от Тебя что восхотел на земле? Не иное что, как только неразрывно всегда прилипляться к Тебе в молитве. 40. Иным любезно богатство, другим слава, иным имение, а мне же прилипляться к Богу вожделенно есть, и полагать на Него упование бесстрастия моего. 41. Вера окрыляет молитву, а без веры невозможно воспарить на небо. 42. Мы, порабощенные страстям, будем неотступно умолять Господа. 43. Ибо все, порабощенные страстям, к бесстрастию восходили из страстного состояния. 44. Если и Бога не боится судья, то потому что душа по причине греха и падения, ставшая вдовой его, творит ему труды, и он сотворит отмщение ее от соперника ее тела. 45. И от врагов ее лукавых сил. 46. Благопризнательный благий наш ходатай скорым удовлетворением прошения их привлекает в свою любовь, а неблагодарные души, совгладом и жаждой просимого, заставляет надолго оставаться перед ним в молитве. 47. Потому что неблагодарный пес, схватив хлеб, тотчас оставляет давшего. 48. Не говори, что долгое время, пребывая в молитве, ни в чем ты не успел, потому что самое пребывание в молитве есть уже успех. 49. Ибо какое благо выше этого – прилепляться ко Господу и непрерывно пребывать с Ним в единении. 50. Не столько осужденный боится приговора о казни его, сколько попечительный молитвенник страшится предстояние на молитве. 50. Посему кто премудр и благоискусен, тот, памятуя о том, может уклониться от всякой укоризны и гнева, и заботы, и недослуга, и скорби, и пресыщения, и искушения, и помысла. 51. Непрестанную молитвой в душе приуготовляйся к предстоянию своему на молитве, и вскоре преуспеешь. 52. Видел я, что просиявшие послушанием и сколько у них сил, старающиеся сохранять в уме памятование о Боге, внезапно став на молитву, тотчас овладевают умом своим и ручьями проливают слезы, потому что приуготовленные к этому святым послушанием. 53. За псалмопением при многолюдном собрании следует пленение и парение мыслей. При псалмопении же уединенном этого не бывает. 54. Но в одном случай нападает уныние, а в другом содействует усердие. 55. Любовь воина к царю доказывает война, а любовь монаха к Богу обнаруживает время молитвы и предстояния наоной. 56. Состояние твое покажет тебе молитва твоя. 57. Богословы говорят, что молитва есть зеркало инока. 58. Кто чем-нибудь занят и по наступлению часа молитвы продолжает то же занятие, тот служит игралищем демонов. 59. У воров этих та цель, чтобы одним часом похитить у нас другой. 60. Не отказывайся помолиться и о душе другого, хотя бы не приобрел еще ты дара молитвы. 61. Потому что вера просящего часто спасала и молящегося о нем сокрушением. 61. Если, помолившись о других, ты услышан, то не превозносись, ибо действовала и сильна была их вера. 62. Всякого отрока каждый день непременно допрашивает, какой премудрости научился он у наставника. 63. И у всякого ума при каждой молитве потребуется отчет в той силе, какую получил он от Бога. 64. Поэтому должно быть внимательным, когда станешь молиться трезвенно. 65. Тогда всего скорее должен будешь бороться с гневными в себе движениями, потому что такова цель врагов наших. 66. Всякую добродетель, тем более молитву, будем всегда совершать с глубоким чувством. 67. А душа тогда молится с чувством, когда не преодолевается раздражительности. 68. Приобретенные многими молитвами и долгим временем постоянно. 69. Кто стяжал Господа, тот в молитве будет произносить уже не свои слова, потому что дух сам собой тогда ходатайствует о нем воздыханиями неизреченными. 69. Во время молитвы не допускай никакой чувственной мечты, чтобы не впасть в тебе выступление ума. 70. Разрешение недоумения есть неопровержимое изъяснение неясного. 70. Будь милосерд, особенно прилагая попечение о молитве, ибо в ней монахи с царицей приимут, а что далее за этим следует, то получат в будущий век. 71. Огонь снисшедший воскрешает в сердце молитву, а по воскресении ее и по вознесении огня на небо в горнице души бывает сошествие. 72. Иные говорят, что молитва лучше памятования о смерти, но я воспеваю две сущности в единой ипостаси. 73. Добрый конь по мере пройденного пути разгорячается и прибавляет бегу, под бегом же разумеет песнопение, а под конем – мужественный ум. 74. И таковой издали обоняет брань и, приуготовившись, во всем уже пребывает неодолимым. 75. Трудно у жаждущих ус отнять воду, а еще труднее душе, с умилением молящейся, оторвать от всевожделенного предстояния на молитве прежде ее окончания. 76. Не оставляй молитву, пока не увидишь, что по Божьему смотрению огонь и вода, усердие и слезы прекратились у тебя. 76. Ибо, может быть, такого удобного времени получить оставление грехопадений своих, не будешь иметь во всю свою жизнь. 77. Вкусивший молитвы нередко произнесением одного слова сквернит ум, и, став на молитву, не находит уже, как прежде, вожделеваемого. 78. Иное дело часто надзирать за сердцем, и иной надзор за сердцем поручать уму, этому правителю и архиерею, приносящему словесные Христу жертву. 79. Святой и пренебесный огонь, как говорил некто из получивших проименование от богословия, 80. Нисходя на людей, одних попаляет по неполноте еще очищение, а других, напротив, просвещает по мере совершенства. 80. Ибо один и тот же огонь именуется и потребляющим, и озаряющим светом. 81. Почему по окончании молитвы иные как бы выходят из огненной пищи, чувствуя в себе облегчение от какой-то скверны, от вещества, а другие бывают как бы озарены светом и облегчены в ризу смирения и радования, а которые по окончании молитвы не ощущают в себе ни одного из этих двух действий, те молились телесно, чтобы не сказать по-иудейски, а не духовно. 82. Если тело, касаясь другого тела, изменяется в своей действенности, то как не измениться тому, кто неповинными руками прикасается к Божию телу? 83. Можно видеть, что Всеблагой Царь наш, подобно Царю земному, иногда сам, иногда через друга, а иногда через раба, иногда же и неведомо, недоведомо, раздает дары своим воинам. 84. Смотря уже по хитону нашего смирения, как Царю земному ненавистен тот, кто, предстоя ему, отвращает от него лицо свое и беседует со врагами владыки, так мерзок пред Господом, кто, предстоя на молитве, занимается нечистыми помыслами. 85. Приходящего пса гони от себя оружием молитвы, и при всяком бесстыдном покушении его не оказывай ему снисхождения. 86. Проси со слезами, ищи с послушанием, ударяя в дверь с долготерпением. 87. Ибо так просящий получает, ищущий находит и стучащему отворит. 87. Остерегайся в молитве своей, без разбора прилагать прошения за женщин, чтобы враг не напал на тебя с правой стороны. 88. При молитвенной исповеди не описывай телесных действий, как они были, чтобы не сделать сановетником себе самому. 89. Время молитвы не употребляй на размышления о нуждах и о делах духовных. 90. В противном случае похищено у тебя будет лучшее. 60. Кто непрестанно опирается на жезл молитвы, тот не приткнется. 90. А если и случится ему приткнуться, то не падет совершенно, потому что молитва есть благочестное Божие владычество. 91. О пользе молитвы заключаем по демонским запинаниям во время Божьей службы, 92. А плодежи ее по низложению врага. 91. Ибо посему познаем, что восхотел меня, як и не возрадуется во время брани враг мой о мне. 92. Псалом 40. 12. Возвал всем сердце моим, говорит псалмопевец, то есть телом, душою и духом. 93. Ибо где собраны два последние, душа и дух, там и Бог посреди их. 94. Относящиеся как к телу, так и к духу, не для всех все одинаково. 95. Ибо иным полезна краткость, а иным продолжительность псалмопения. 95. Одни говорят о себе, что борются с пленением ума, а другие с невежеством. 96. Если непрестанно приносишь царю жалобы на врагов своих, то когда приступят к тебе, не теряй мужества, 97. Недолго потрудишься, потому что и сами собой скоро отступят от тебя. 97. Это нечистые не захотят видеть эти, чтобы ты по молитве за борьбу с ними получил венец. 97. А сверх того они убегут от молитвы, как бы мучимые огнем. 94. Приобрети все мужество, и Бог будет наставником твоим в молитве. 95. Невозможно, как зрение научиться по слову, потому что зрение зависит от природы. 95. Так познать доброту молитвы по наставлению другого, потому что она сама в себе имеет наставником Бога, которому научает человека, который ведению, дает молитву молящемуся и благословляет лета праведных. 1. Сарск 2. 9. Слово 29. О небе на земле, или о богоподобном бесстрастии и совершенстве, и о воскресении души прежде общего воскресения. 2. Вот и мы, лежащие в самом глубоком рве неведения, во мраченных страстях и в смертной сене тела сего, 3. Смело начинаем уже любомудрствовать о небе на земле. 3. Красота твердит звезд за украшение бесстрастия добродетели, ибо под бесстрастием не иное, что разумеет, как внутреннее небо ума, для которого демонские ухищрения тоже, наконец-то, и детские игрушки. 4. Итак, в собственном смысле бесстрастен и признается бесстрастным, кто плоть соделал нерасплеваемую, 5. Ум возвысил над тварью, покорив ему все чувства, и лицу Господню представил душу, 6. Которая непрестанно, даже сверх сил своих, устремлена к Богу. 6. Некоторые определяют еще, что бесстрастие есть воскресение души прежде тела, 7. А другие, что оно есть совершенное после ангельского познания Бога. 7. Итак, это совершенное, но не окончательное еще совершенство совершенных, 8. Как поведал мне некто, вкусивший того, 9. Столько освещает ум и отторгает от вещественного, 10. Что по вступлению в небесный пристань большую часть жизни во плоти, содержая его восхищение на небе, 9. Возвышает до созерцания. 10. Об этом-то и опытно, может быть, постигший это говорит где-то. 11. Ибо Божие державные земли очень вознесены. 10. Таков был, как знаем, и тот египтянин, который, не позволяв рукам своим надолго оставаться воздетыми в молитве, 11. Когда молился вместе с другими. 11. Преподобный Тимофей. 12. Кто бесстрастен, а кто бесстрастнее и бесстрастного? 12. Ибо один сильно ненавидит лукавое, а другой ненасытимо обогащается добродетелями. 13. И непорочность называется бесстрастием, и справедливо, потому что она – начало общего воскресения и нетление тленных. 14. Бесстрастие показал, сказавший, ум Господень имею. 14. Бесстрастие показал египтянин, сказавший, что не боится уже Господа, Антоний Великий. 15. Бесстрастие показал, молившийся, чтобы возвратились к нему страсти. 15. Кто прежде будущей славы сподобился такого бесстрастия, как этот сирианин? 15. Ибо славный во пророках Давид говорит Господу, «Ослави мне да почию». 16. А Божий подвижник взывает, «Ославь волны благодати Твоей». 16. И крем-сирин. 16. Бесстрастие имеет душа, столько же освоившаяся с добродетелями, сколько страстные освоились с удовольствиями. 17. Если крайний предел чьего угодия – предаваться ему и без позова на пищу, 17. То, без сомнения, крайний предел воздержания – превозмогать алчащее свое естество, 18. Когда оно не подлежит ответственности за это алкание. 18. Если крайний предел походливости – приходить в неистовство при виде бессловесных и даже неодушевленных тварей, 19. То крайний предел непорочности – ко всем иметь такое же бесстрастное расположение, как и к вещам неодушевленным. 19. Если верх среболюбия – собирая никогда не переставать и не насыщаться, 20. То верх нестяжательности – не щадите собственного своего тела. 21. Если верх уныния и, живя в полном покое, не приобрести себе терпения, 22. То верх терпения и в самой скорби думать о себе, что покоишься. 22. Если назвать морем гневливости, 23. Когда человек свирепеет, никого перед собой не видя, 24. То будет морем долготерпения одинаково быть спокойным в присутствии и в отсутствии злословящего. 24. Если высота тщеславия занимается делами, питающими тщеславие, когда нет никого обязанного хвалить за это, 25. То без сомнения отличительный знак тщеславия не вдаваяся мыслью в обольщение, находясь в обществе. 25. Если признак гибели, то есть гордости, превозноситься и бедную одеждою, 26. То спасительный знак смирения – иметь смиренный образ мысли при высоких предприятиях и заслугах. 26. Если признак совершенного порабощения страстям – немедленно давать в себе место почти всему, 27. Что посевают в нас демоны, 28. То, принимая за признак святого бесстрастия, 29. Быть в состоянии открыто сказать уклоняющегося от меня, лукавого, не познав, 29. Не познал, как и зачем лукавый приходил и как ушел, 30. Но совершенно уже стал нечувствителен ко всему подобному, 31. Потому что всецело пребываю и всегда буду соединен с Богом. 31. Сподобившийся такого состояния, находясь еще во плоти, во всех словах, делах и помышлениях, 31. Имеет всегда правителем обитающего в нем Бога. 31. Почему внутренне, через озарение, как некий глаз, 32. Познает он Господнюю волю, став выше всякого человеческого научения? 32. Когда приду и явлюсь лицу Божию, 33. Нестерпимо уже для меня сила желания, 34. Тремлюсь к бессмертной красоте, 34. Какую ты дал мне прежде брения. 34. Нужно ли говорить много? 35. Бесстрастный не к тому сам живет, но живет в нем Христос, 36. Как говорит, подвигом добрым подвязавшийся течение, 36. Скончавший ей православную веру соблюдший. 36. Ни из одного камня делается царская диодима, 37. И бесстрастие не достигнет совершенства, 38. Если вознеродит об одной, какой бы то ни было добродетели. 39. Бесстрастием представляет себе чертог небесного царя, на небесах, а многими обителями вселения внутри этого города 39. И стеной Иерусалима отпущение грехопадений. 39. Постараемся, братья, 40. Сподобиться в шествии в этот брачный чертог. 40. Если к несчастью задержаны будем, 41. Или каким-либо прежде принятым на себя бременем, 41. Или самым временем. 41. Буду второго всех, кладом попала, 42. Розinciки? 45. Гелен.